Добрый день, в эфире программа «Новины региона» У студии працует Евген Пабаловец. Глядите в выпуске. Жилевый фонд Гомеля целиком долучен до оцепления. Об этом нашему телеканалу поведали у начальника Гомельского городского ЖКГ Виктор Кулага. Агрогородок Заширье Ельского района заявляется лидером по добру парадковании и наведении парадку на земли. Все лето звание «Пераможцы» у республиканским споборництвях этот населенный пункт отрымал в десятый раз. Что годовую справоздачную выставу членов Гомельского отделения Белорусского союза Мостаков презентовали у выставочной зале картинной галереи Гаурей Лавашенки. Зараз об этом иншем больше подробятно. Жилевый фонд Гомеля целиком долучен до оцепления. Об этом нашему телеканалу поведали у начальника Гомельского городского ЖКГ Виктор Кулага. Нагадаем, что поэтапное уключение оцепления жилевого фонда, интерната, гостиниц и научальных установок началось 11-го кострышника. С 10-го кострышника оцепление уключено в детячих, дошкольных, медицинских установах, школах, установах социальных изобеспечения, музеях, архивах и библиотеках. У ЖКГ нагадали, что на весь процесс отладки, звычайно, отводится 10 дн. Тому в выпадку возникнения проблем с оцеплением варто свертаться в диспетчерскую службу по месту жихарства. Проза маль 10 годов Гомельский областный институт развития адукации обновил свои былые функции. Ранее в этой установе велася переподрихтовка специалистов. В 2007 году эта деятельность спынилась. С тех часов институт организовывал научальные курсы, семинары и конференции. И вот сейчас установа вернула минулые функции. После перепынки первыми макшимость пройти тут переподрихтовку отримали сопрацовники дошкольных установ. Первая группа с 25 человек уже наведывая занятки. У всех эти люди сегодня працуют выхователями або их помощниками, однако не мают соответственной специальности. В сиротах есть математики, историки, географы и навыд агрономы. Научение тут для них протягнется два годы. Выкладать будут кандидаты наук с Гомеля и Минска. После чего каждого из них ждут державные экзамены и уручения дипломов. Идея открыть переподготовку возникла у нас еще осенью прошлого года. Именно тогда мы провели изучение, в результате которого выявили, что существует порядка сотни людей, которые бы желали получить образование по профилю дошкольного обучения. Уже вот трое из моих коллег, ректора областных институтов развития и образования, звонили и интересовались опытом этой организации, потому что подобная проблема актуальна и для них. Супрацовникам дошкольных установ пероподготовка даст могшимость повысить узровень профессионализму и претендовать на категории и больше высокие посады. Зараз и деформирование еще двух групп. Провестишь полную пероподготовку сферы дошкольной эдукации тут планует за ближайшие некольки годов. Пытание, с кем покинуть детяте в субботу, уже отсутствующая на парадку дня многих мазырских батьков. У Кострышнику городские детячие сады пропоновали новую послугу – краткочасовые группы выходного дня. У одной из них побывали наши мазырские коллеги и переканалися. На вот эту субботу детячий садок может быть веселым и пахатным и утульным. На годиннику 10 ранится суббота. И пока у них ровесники только прочинаются, это хлопчики-девчинки за довольнением лепят, молясь, танцуют, запоминают новые литры и займаются в спортзале. Такий якосный нагляд за дошкольниками у выходные дни у самых комфортных умов пропонуют у группах выходного дня. На субботу мы занимаемся, играем, раскрашиваем, учим стишки и поем. Мне нравится ходить в этот детский сад, потому что тут много моих друзей, и мне тут весело. У таких субботних гуртках, как правило, займаются выхованцы старейших групп. На занятках мастерской творчеством дети совсем не звертают увагу на сторонних глядашоу с дымочной группой. Яны целиком погружены в свою працу. Сегодня их маленькие ручки створяют пригожую аппликацию. Данная услуга предполагает занятость детей дошкольного возраста в выходной день, в частности в субботу. В течение двух часов наши педагоги работают с детьми в разных направлениях – обучающим, развивающим, физкультурно-здоровительным. Наведывание спортзала – это не только задовольнение, а и шеи, корысть. Практикование на ярких фитболах допомогают формировать поставу. А круговый массаж специальными шариками сприяет огульному оздоровлению. Своей головной субботней задачей педагоги 23-го садика и других дошкольных установ района – лечить невыхование юных мундеркиндов. Группа выходного дня – это, перш за все, позитивный настрой детей. Каждый раз приходится придумать что-то новое. Ребята нравится творить, фантазировать, путешествовать, играть. Для этого мы используем яркую наглядность, веселые физкульт-минутки, сказочные персонажи. И время проходит быстро и незаметно. А родители очень довольны, что их дети с пользой проводят время в выходной день. А еще это добрая макшимость для родителей, чтобы делить пару годин важным хатным справам, на которые так не хватает часа в будние дни. Катерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав, прописана у телеканала «Мазыр» специально для телерадио-компании «Гомель». Агрогородок Заширье Ельского района заявляется лидером по доброупорадкованию и наведению парадку на земли. Все лето звание переможца у республиканским споборництве гэты населенный пункт отрымал у десятый раз. Сгодно с письмовыми коренницами Заширье вядома с 1835 года як хутор. В 2005-м гэты населенный пункт стал агрогородком, что дозволило наблизить умовы життя мясовых же хоров до городских. Сяродстворенные социальные инфраструктуры, культурно-спортивный центр, некольки крам, тренажерная зала, середняя и музычная школы, библиотека, больница и дитячий сад. У Апошнем зараз выховывается больше 50 детей, причем на протягу Апошних годов колькость неполнолетних у агрогородку не сменшается. Сгодно с положением, Грошовая премия за перемогу в республиканском споборництве по доброупородковании сирот сельских населенных пунктов, складая 800 базовых величин. Не меньше до 70% этой суммы повинна быть накеревана на дальнейшее наведение парадку и развитие коммунальной господарки. По словах керонистства Мясового сельсовета, досягнению высоких выников саденнейшее тесное субпрацовництво сельско-господаршим предприемством КСУП «САУГАСКОМУНИСТ». Если мы приобретаем, допустим, штакет для населения, они выделяют технику, выделяют технику по уборке кладбищ, выделяют технику по уборке мусора. Также те участки, которые освободились после сноса пустующих домов, они всегда, вопросов к сельскохозу у меня нет, они всегда вовлекают их в сельскохозяйственный оборот. По дее года в свете выявленших амастастства Гомельшины, что годовы с правоздачного выставу членов Гомельского отделения Белорусского союза мостаков презентовали у выставочной зале картинной галереи Гаурилы Вашенки. Экспозиция «Полезкий калейдоскоп» победнала больше за паусотни работ, створенных за прошлый год. Выставочный проект стал абсолютной премьерой. У всех эти работы ранее еще ни день не выставлялись. Роберт и Виктор Ландарский, Виталь Денисенко, Александр Костюшенко, Светлана Курашова и многие инши. У спися авторов можно знайсти немало вядомых именов. Разом с тем, в этом году у першиню макшимость выставиться у одним шаргу с высокими майстрами пропоновали и молодым талиновитым мастакам. Сегодня на телеканале ТРО «Союз» у рамках специального проекта «Дни регионов» проходит День Гомельской области. У эфиры можно бачить информационные, аналитичные, забавляльные, познавальные и мастацкие программы вытворчасти телерадокомпании «Гомель». ТРО «Союз» сегодня ожидаю, что ты дневое вяшание. Его потенциальными глядашами заявляется больше за 60 миллионов жахаров России, Беларуси и инших краин СНД. На периоды дни проведения Дня Гомельской области на телеканале корреспонденту Минску и Москве потекавилися, что ведают столичные же хоры про наш областный центр. Гомель, я знаю, у меня дядя в хоккейной команде там играл, в Гомеле. В Гомеле у меня жили родственники. Да, о Гомеле я слышал, у меня там живут друзья. Могу сказать, что Гомель, наверное, является одним из самых чистых городов Белоруссии. Вот, потому что был там однажды, да, ну, как был проездом, скажем так, вот. И он мне понравился в том числе и архитектурой. То есть, ну, хороший город. Помню, замечательно. Я была в этом городе, мне так понравилось все. В парке, там было в воскресенье, люди пели, танцевали. Мы тоже пели, мы были в восторге. Замечательный город. Очень красивый. Вы знаете, даже вот как будто бы в детстве окунулась в этом парке. Такая красота была. Все пели, все плясали. И пожилые, и молодые. Вообще чудо. Я в городе Гомель один год учился. Там все хорошо, все нравится. Красивый парк. Там очень красивый парк. Мне нравится. И поэтому, наверное, первое, что можно ассоциировать с этим, это красивый парк. На этом наш выпуск завершен. Устуды для вас працавау Явген Пабалавец. Усягу доброго и до встречи у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин